С предложением провести встречу в Министерстве образования выступили родители. Сегодня их дети учатся в 21 и 23 коррекционных школах. Новость о том, что новое здание для их образовательного учреждения планируют строить в районе Соломиного, они встретили резко отрицательно. Строительство такой школы в лесу, я считаю, в современных условиях уже недопустимо. То есть наше общество должно уже становиться толерантным к инвалидам и недопустимо изолировать их от нормальных, от обычных людей, так называемых. Речь идет об участке в районе Соломинского шоссе. Это территория бывшего стадиона лесопильно-мебельного комбината. На сегодня, по мнению Республиканского министерства образования, это единственный в Петрозаводске участок, который подходит по всем требованиям, которые к нему предъявляются. «Коррекционная школа с круглосуточным пребыванием детей, конечно, требует достаточно серьезную площадь. Приемлемым участком является 4,1 гектара, то, о чем мы уже говорили». Представители родительской общественности предлагали другие участки. На Куковке, напротив Ленты, на Древлянке в районе Скандинавии или рядом с университетским городком, а также на Ключевой. Все эти варианты чиновники уже рассматривали и по каждому получили ответ. Участок у Ленты федеральный. Республика запросила у собственника разрешение на его использование, но ответа так и не получила. На территорию рядом с университетским городком пришел отказ, а строить в Скандинавии незаконно. «В части того, что вы предлагаете земельный участок в Скандинавии. Скандинавия – это жилой район в свое время. Он был предоставлен на торгах в комплексную застройку. На сегодняшний день истребовать и изъять из договорных отношений данный земельный участок незаконно». На участке за санаторием «Белые ключи» обнаружены краснокнижные виды растений и любое строительство там под запретом. Обсуждали еще один вариант на Куковке, но на решение всех бумажных вопросов, а это перевод из федеральной собственности и утверждение генерального плана Петрозаводска, уйдет несколько лет. В то время как деньги на проектирование и строительство новой коррекционной школы Федерация выделила на 2020 и 2021 годы. «Опложить вопрос на два года мы можем, но гарантировать возврат средств федерального бюджета и повторное подтверждение нам выделенных средств, я уже не говорю про штрафные санкции, это вопрос достаточно проблематичный. И мы должны понимать, что если мы в 2021 году проектируемся, 22-23 строим, то это 23-й или 24-й год открытия школы». Все участники встречи в Министерстве образования сошлись в том, что строить новое современное здание школы для особенных детей необходимо. Помещения, в которых находятся сейчас 21-й и 23-й интернаты, устарели морально и не подлежат реконструкции, а новую площадку решили искать совместно. Создали рабочую группу, в которую вошли родители и представители всех задействованных в решении этого вопроса структур. Продолжение следует...